Таисия Захарова переехала в Волгарь 4 года назад из исторического центра города. Она застала большую часть перемен, которые произошли в микрорайоне. Рассказывает, когда только заехала, не расставалась с резиновыми сапогами. Конечно, поменялось все кардинально. Мы приехали вот 3 года назад. Правильно, здесь и дороги не было, и ливневки не работали как следует. Приходила за болотных сапогах. Ну а так, слава Богу. Теперь болотные сапоги можно запрятать в шкаф. Дорога будущего. В Волгаре появилась трасса, которая призвана соединить жилой квартал с долгожданным детским садом, строительство которого вовсю идет, и с новыми домами, строительство которых пока только в планах. Дорогу на улице Александра Солженицына делали всего 4 месяца. Для высокой прочности положили два слоя асфальта. Обустроили ливневку. Обслуживать участок будут городские власти. Подрядчик за качество отвечает не просто словами. Гарантия 5 лет. Для увеличения срока службы верхний слой асфальтобетонного покрытия выполнен с применением полимерно-битумных вяжущих. Подумали и о безопасности. Установили дорожные знаки, пешеходные ограждения, появилось освещение. 149 фонарей установили и на первой очереди улица Осетинская. Все это появилось в Волгаре благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Он был утвержден указом президента Владимира Путина. Еще один нацпроект демографии обеспечит местных малышей местами в детсаду. Его строительство уже активно идет. Фундамент здания обещают закончить уже в этом году. Посещать сад смогут 215 маленьких жителей Волгаря. В планах строительство еще одного важного социального объекта – поликлиники на 700 посещений в смену. Министерство строительства направило заявку об участии в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с поликлиникой на 700 мест в рамках строительства данного микрорайона. Очень ждем, очень надеемся, что все-таки денежные средства будут выделены, поскольку поликлиника, и это подтверждает Министерство здравоохранения Самарской области, нужна в данном микрорайоне. Микрорайон рассчитан на 80 тысяч жителей, 30 тысяч уже здесь поселились. До конца этого года планируют закончить строительство еще трех дорог – ведущие к парку «Дружба народов» на улице Народная и улице Виталия Толобаева. Мария Левина, Николай Сидоров, События. КОНЕЦ СИГНАЛИЯ ТОЛОЙ 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 СИГНАЛИЯ ТОЛО